Баргуны 330 граммов муки, пол чайной ложки соды Перемешиваем муку с содой, чтобы сода хорошо разошлась по муке Вливаем жидкие ингредиенты к муке с содой И замешиваем тесто, при необходимости можно добавить чуть больше муки Вот такое мягкое получается тесто, накрываем его миской и оставляем на 10 минут Тесто разделяем на 2 части, одну часть снова накрываем миской, чтобы оно не заветривалось Раскатываем тесто достаточно толсто Я переложила на деревянную доску, чтобы не поцарапать поверхность И сейчас будем нарезать на ромбики Делаем надрез по центру и продеваем край через это отверстие Получается вот такой вот вергун И снова надрезаем и продеваем по центру Разогреваем на сковороде достаточное количество растительного масла Выкладываем ввергуны и обжариваем их где-то по минуте с каждой стороны до румяности Обжариваем на небольшом огне до румяности Посмотрите, как они хорошо надуваются Такие пышненькие становятся Поэтому важно не забивать их мукой Пусть они будут слегка липкими Тесто будет липким, чем они будут забитые Теперь выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир Пусть они будут слегка липкими Вот такая гора пышных вергуньев у нас получилась Теперь берем каждый и обваливаем его в сахарной пудре Сейчас я разорву и покажу вам, какие они воздушные получаются внутри Теперь давайте попробуем Очень вкусная воздушная выпечка к чаю Мне мама в детстве такие делала очень часто Я думаю, что многие из вас тоже знакомы этот рецепт Завариваем себе побольше чая И эту миску, в принципе, можно легко слопать вдвоем, втроем или четвером Я надеюсь, что вам пригодится этот рецепт Всем пока! До новых вкусных рецептов!